Формировка саженцев винограда Мы смотрим, если куст показывает хорошее развитие, я могу оставить два побега в первый год Но если он развивается недостаточно быстро, я оставлю только один побег Мы будем смотреть на весь этот ряд однолетних саженцев и делать те же операции Они все довольно медленно развиваются, поэтому мы будем оставлять по одному побегу Это предполагает, что мы смотрим на основной побег лидер и удаляем все боковые вторичные побеги Очищаем его Ошмыгиваю таким образом Это все боковые побеги, которые можно удалять Что касается этого побега, в данном случае куст довольно быстро развивается Поэтому я оставлю один дополнительный побег, чтобы слегка затормозить рост основного и перенаправить питательные вещества А остальные мы совершенно спокойно убираем После этого мы берем топинер и закрепляем побег на опоре Нажимаем один раз Выпускаем ленту Нажимаем второй раз И скрепляем скобой Мы можем закрепить лозу до самого верха, но не слишком близко к верхушке Когда имеется куст, который не показывает хорошее развитие, как этот И главный побег не сильно растет Мы можем сконцентрировать энергию куста на одном побеге Вместо... Такие здесь у нас Один, два, три Пяти побегов Я как бы представляю, что мы нарушаем систему Я хочу ускорить рост, так сказать, и нажать на газ Поэтому я уберу все прочие ростки В данном случае все небольшие боковые побеги Это ускорит рост основного побега лидера Таким образом мы быстрее сформируем штамп куста Я продолжаю удаление побегов Здесь имеется еще парочка Буду использовать секатор, чтобы убрать их чисто Это делается быстро Теперь у нас остался один вертикальный побег Конечно, эти боковые побеги наверху начнут расти в будущем И вы сможете при необходимости вернуться и удалить их Но сейчас мы получим хороший направленный рост И через несколько дней увидим, как энергия, которая была в пасынках, в боковых побегах Пойдет в основной побег И мы сможем сформировать основной штамп намного быстрее Вот такой метод для однолетних саженцев после посадки Продолжение следует...